Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня мы будем читать 22 главу. Итак, здесь излагается речь апостола Павла перед возмущенными иудеями Иерусалима. «Мужи, братья и отцы», он говорит по-еврейски, как мы прочитали в окончании 21 главы, «Вы слушайте теперь мое оправдание перед вами, услышавши, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, я иудеянин, родившийся в Тарсе-Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила». Гамалиил – это один из цадиков своего поколения, то есть глава крупной Ишивы, школы, праведник. Кстати, он в православных святцах, я уже об этом говорил. «Воспитанный в всем городе, то есть в Иерусалиме, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». То есть он говорит, я был такой же, как и вы. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма, взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание». Действительно, он был гонителем христианства. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осеял меня великий свет с неба, я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. «Тогда я сказал, Господи, что мне делать?» Здесь немножко не совпадает то, как ранее описывается встреча Павла Саввла с Господом на пути в Дамаск и с тем, как он пересказывает это событие. Но это может быть связано с тем, что люди, которые были свидетелями этого события, они по-разному воспринимали это событие. «Тогда я сказал, Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». То есть встреча с Христом ослепила его. «Некто Анания, муж благочестивый, по закону, то есть ревнитель Торы, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Саввл, прозри!» И я тот час увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника». Праведника – это имеется в виду Христос. «И услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему, то есть Христу, свидетелем пред всеми людьми, о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь, встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». То есть мы призываем имя Господа Иисуса в молитвах. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление», то есть в некое такое пророческое состояние, «и увидел его, то есть Христа в храме, и он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». «Я сказал Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды, побивавших его». Тогда он был молодым, и ему не разрешили принимать участие в побиении камнями. А потом по еврейским законам побивали камнями те, которые свидетельствовали против человека. «И он, то есть Христос, сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». То есть Христос простил его, до этого слова слушали его, а Зосим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ему не должно жить». А почему именно здесь они возмутились? Потому что Павел сказал, что Христос послал его проповедовать к язычникам, к ним нести эту благую весть, это слово. А у иудеев был такой религиозный эгоизм, они считали, что слово Божие обращено только к ним. И вот до этого они как бы слушали, а тут они все возмутились и стали кричать, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Здесь не очень понятно, к кому они обращаются, может быть, к тысяченачальнику, а может быть, к самому Богу. «Между тем, как они кричали, метали одежды, бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, то есть для того, чтобы бичевать, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Это было категорически запрещено. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тот час, отступили от него, хотевшие пытать его, это было запрещено, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его, то есть без решения суда его не могли даже связывать. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его, иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними. То есть этот светский пробитель, тысяченачальник, хочет выслушать все обвинения против него, против Павла, и выслушать все возможные его оправдания, как и было положено по законам того времени. О том, что произошло потом, мы будем говорить в следующий раз и в другое время. Если будем живы, Господь позволит. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин